девочки я вернулась назад я забыла папку документов и посмотрите сколько снега уже на него я забыла папку документов по работе посмотрите какая красота все все в снегу я подъезжаю у нас соседи тоже подъезжают светлана груд мы видели год вроде уезжала игру ну да забыла забыла документы поэтому пришлось вернуться смотрите сколько снега веточка веточка сколько снега нога прям наполовину почти по колено в снегу и вот на ветках посмотрите сколько снега прям классно ну наконец-то к нам зима вернулась а то что то как ну знаете снег такой снег мокрый мокрый снег вот мои следы но все я наверное поеду вы видите смеркается пока я доеду до дома муж гортонад зачем выкладывала а я полезла в сумку за ключами достала эту папку достала ключи папку оставила сейчас как раз вам покажу что у меня на даче и как занесло один день и разная погода бывает же такое бывает и кстати снег то еще идет мне нужно быстренько а то дорогу занесет совсем не доехать но я рада рада девочка у вас же наверное уже давно снега а у нас в этом году что-то вот так поленилась зима не захотела вовремя приходить в январе как бы но не первый снег но настоящий вот такой вот все-таки первые я его называю евро зима покупала себе сапоги зимние и меня продавец консультант спрашивает какие вы сапоги хотите игру евро у нас же зима евро я уже немножко тут почистила видите он тает он мокрый такой под навесом вообще ну вот я вам сейчас покажу елочку нашу смотрите наша елка сколько на ней снега у нее лапы такие большие раскидистые огромная елка шишки в этом году шишек очень мало и вот какие ветки нагнулись прям под снегом бедные им тяжело но я думаю она рада а вот еще шишки увидела вот шишка вот шишка ладно поехал я красотень люблю все таки зиму лето обожаю просто потому что тепло и вообще все зелено но зиму тоже люблю ну и приехала я из магазина хочу вам показать что купила купила так все чисто банально быстро для дома для ужина купила вот такие вот мандаринчики мандарины у нас по 87 рублей хорошие мандаринчики единственное где абхазские где в это время уже должны быть абхазские хорошие мандарины и они настолько сладкие у них это кисло-сладкий сорт но в них много косточек я сейчас использую вот эту тарелочку зайцы которые я очень хотела давно и наконец-то заказала и купила под мандарины в дальнейшем я буду использовать под какие-то пирожные может быть но замечательные я вам советую правда она дорогая не дешевая но мне кто-то писал что на алиэкспресс такие есть девочки это американская а на алиэкспресс они дешевые и из доломита откалываются это фарфор а из доломита они откалываются у них то ушки то ножки это я знаю такие там продаются но это классно так ладно восемьдесят шесть семь такие вот мандарины затем кто пробовал я не пробовал увидела и решила попробовать сыр кавказский все с кавказа привет вам кто меня смотрит и скажите вкусно или нет я конечно сегодня уже попробую вечером но хотела бы узнать нравится ли вот такой сыр вам и пробовали ли вы его взяла первый раз увидела думаю нужно же попробовать то что никогда не пробовал допустим по цене он средний заезжала на хлеб пекарню купила батон сама после праздников не ем хлеба булочные наелась салатов что нужно худеть вы мне женщины понимаете купила куру вот такой вот он цыпленок но я сомневаюсь что это цыпленок это прям такая замечательная курица сделаю ее в духовке запеку вот ничего жирного теперь праздники конечно прям нас выбивают из колеи худеешь худеешь на праздники как наешься не просто дома наешься а мы еще и по гостям ходили а всякие вкусности хозяйки готовят если не скушать не попробовать ничего я же обижу хозяйку поэтому ну ничего страшного будем заниматься спортом и будем худеть купила мороженое для кофе кофе получается утром с мороженым калорийно конечно но это раз в день поэтому я считаю достаточно ну как бы не тоже достаточно а это позволительно мороженое где-то около 80 рублей 80 с копейкой а вот и заезжали мы купили картофель картофель показывать не буду картофель у нас по 16 рублей а в ашане картофель конечно был подешевле немного но там нужно было копаться как обычно знаете вот эти вот большие корзины в которых контейнеры в которых нужно набирать мне было некогда поэтому я просто заехала в пятерочку по-моему да в пятерочки я брала вот набрала картофель ну обычно такой вот картофель 16 рублей ладно нормально и теперь приступим к приготовлению как раз курочки мы будем готовить вместе с вами я надеюсь вы будете со мной ну что женские обязанности никто не отменял девочки всю семью нужно кормить а кто будет кормить вот эти вот золотые ручки я конечно шучу и моя композиция для настроения цвет настроения вот такой вот и камень композиция из искусственных цветов из фич теперь камин буду уже украшать конечно же не по-новогоднему а с различными вариациями а вот одного ангела конечно же оставила очень трудно отказаться от таких вот малышек красивых нежных зеркала из магазина фиксированных цен ну что нужно готовить уже решили сегодня приготовить все быстро и не сложно запечь курицу в духовке заодно картофель почистила и сделаю картофель по-деревенски или как его называют еще по-французски там что мне нужно я возьму курицу помою ее теперь добавлю соус сделаю и обмажу свою курицу майонез мои мужчины смотрят кино если кто-то прослушается наверное узнают этот фильм так что я добавила майонез потом соус классический соевый русскую горчицу сейчас все это перемешаю добавлю сюда еще несколько различных приправ всяких разных загадочных еще немного так все хранится у меня в икеевских баночках очень удобно и как я люблю не бегать по икее а быстро зашел взял где что нужно и поехала так вот перемешаю все это обмажу сейчас курицу а соль у меня уже с приправами ой какая вкусная соль прям прелесть были мы как-то в гостях и я смотрела как подруга готовила ну я раньше пользовалась обычной солью смотрю у нее какая-то соль такая интересная ароматная такая я спросила у меня она говорит да это вот с приправками и с тех пор уже давно-давно я пользуюсь ей так у меня будет вот такая вот форма все лишнее уже уберем я ее обязательно застилаю кладу сюда немножечко подвину уберу и вот теперь этим соусом я ее а нет посолю я еще да сразу посолю так внутрь тоже обязательно соль можно внутрь яблоки у кого есть поворачиваемся спинкой массажик сделаем в нашей цепи так и теперь я смажу ее вот таким вот соусом во первых этот соус очень хорош тем что он дает корочку корочка у нас получается такая загорелая прям цвет у нее красивый ароматная а еще можно допустим курицу в ну тоже сделать соус медовый тоже вкусно 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 прям красотень вот теперь я ее опять же переверну за одну лапку держу вот так вот внутрь положим и минут не минута на час двадцать двадцать пять в духовку вот весь какой жир был я тут убрала допустим не люблю чтобы этот жир в духовке топился вот и сюда я сейчас добавлю еще картофель у меня целый стенд с приправами добавляю немного но чтобы были потому что с приправой всегда все вкусно но когда бываем отдыхаем на юге всегда покупаем приправки южные приправы самые лучшие девочки самые вкусные так это мы уберем и теперь я не накрывать пока не буду пусть она у меня постоит в духовке хотя бы минут пятнадцать так потом я ее накрою потом я достану и посмотрю и раскрою не накрываю накрываю потом раскрываю а потом вот немножечко закатаю чтобы она не мешала пока все в духовку ну и вот такая вот курочка у нас получилась девочки а возможно и мальчики у меня ровно час двадцать пять получилось по времени курочка замечательно запеклась она прям вот сейчас покажу нож прям хорошо очень даже запеклась и картошечка сейчас я удалю курицу разделаю ее и уберу отсюда картофель вот мужчины мои меня уже ждут все облизываются все кушать хотят уже время ужинать ну а конечно же если вы кушаете вам приятного аппетита спасибо за просмотр мои видео выходят каждый день и все разные я вас всегда рада видеть у себя на канале пока пока с вами была светлана